Итак, добрый вечер всем. С вами сегодня я, Алла Михайловская. Я независимый интернет-предприниматель, и я сотрудничаю с компанией Ariflame, а также являюсь партнером международного интернет-проекта «Бизнес новой эпохи». Этот проект объединял много проектов, разных лидеров, также интернет-предпринимателей, наших лидеров, и всем мы сотрудничаем вообще с большой бизнес-организацией Кирилла и Розанны Голи, и являемся большой интернет-командой. И в пользу случаях я сегодня хочу поздравить с днём рождения нашего лидера, основателя проекта, а главное шикарную, прекрасную женщину, заботливую маму и замечательную жену, а лично для меня мудрого наставника Розанну Голи. Я желаю вам, Розанна, быть всегда такой, оставаться такой, какая вы есть, всегда счастливой во всех сферах жизни, и пусть так будет благословенная Богом вся ваша большая семья. Удачи, любви, процветания, карьерного роста. Будьте счастливы. И я очень рада и счастлива, что я в вашей команде. Благодарю вас. Я всех приветствую. Также... Минуточку. Я всех вас приветствую, так как вы, каждый для себя, нашёл время для того, чтобы узнать что-то новое. Так, извините, пожалуйста, мельничаю. Скажите, пожалуйста, меня слышно хорошо? Да, хорошо. Значит, я вас всех приветствую, так как вы, каждый, нашли для себя время для того, чтобы узнавать что-то новое. Поэтому поставьте все себе восклицательные знаки, именно себе и всем тем, кто сегодня пришёл на наш вебинар. Аплодисменты вам и аплодисменты лично вам, потому что вы те люди, которые хотите меняться. Итак, сегодня первая пятница нового, последнего каталога в этом уже уходящем 2016 году. А значит, мы уже традиционно будем говорить о Велнинг. Согласитесь со мной, что очень редко какой-либо бизнес, особенно интернет, объединяет в себе комплекс возможностей, которые делает человека гармоничной и счастливой личностью. Это красота, это здоровье и успех. В этом и есть уникальность нашего международного интернет-проекта «Бизнес. Новая эпоха», который объединяет профессионалов в каждом из этих направлений. И, как вы уже видите на слайде, что мы с вами находимся в онлайн-студии красоты и здоровья. И тема моя сегодняшняя – здоровое питание для всей семьи. Тупые коктейли, вкусно и полезно на каждый день в системе коррекции веса. А вот это фото моего спонсора-лидера, как вы уже догадываетесь, Ольги Леус, которая поделилась с ним. И это свидетельствует о том, что точно такие же волны клубы они проводили в онлайне, как сейчас есть у нас и в онлайне. И, как вы уже знаете, что также традиционно сегодня в 20.00 вечера у нас закрытый волны клуб. И я напомню, почему закрытый. Потому что для того, чтобы быть участником в волны клубе, нужно было отправить личное сообщение одному из кураторов из Крым своего заказа хотя бы одного продукта в вайне. И вести свои днини каждый день. И у нас уже на этой раме выпускной. И я советую всем участникам закрытой группы быть обязательно. Будет сюрприз. И как вы видите, результаты волны клуба здоровские, правда? И так двигаемся дальше. По данным ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, хотела бы сказать, смотрите, от чего же все-таки зависит наше здоровье? Большинство людей думает, что от состояния уровня медицины в этой стране. Я, конечно, вас разочарую. Эта цифра официально такова – 8-10%. Вы видите на слайде, что здоровье наше от медицины зависит только на 8-10%. Только наше сегодняшнее состояние здоровья зависит от уровня медицины в стране. Я точно знаю, что уровень смертности в Израиле и уровень смертности в Украине от онкологических заболеваний абсолютно одинаковый. Уровень медицины разный, а уровень смертности одинаковый. Это зависит от того, что является первопричиной этих заболеваний неправильный образ жизни, неправильный образ питания. И уже помогать человеку бывает очень сложно. Это все изначально, это все изнутри. Смотрите, на 10% здоровье наше зависит от наследственности, от генетики. От генетики тоже согласитесь, что очень мало. И действительно, от экологии тоже процентов на 17-20. Это тоже небольшой такой процент, от чего зависит наше здоровье. Есть вещи, на которые мы повлиять не можем. Мы не можем повлиять на качество воздуха. Мы живем в городе, транспорт, мы не можем повлиять. На качество воды на этот момент мы можем повлиять и очень серьезно можем повлиять. Но есть моменты, на которые мы повлиять просто не можем. Но оказывается, 50-60% ответственности за наше здоровье лежит на нас. В большой части наша личная ответственность складывается из вещей, на которые мы повлиять можем. Первый момент – это психоэмоциональное состояние. И можно использовать различные практики психологические, можно на эти вещи повлиять. И от этого зависит наше здоровье. Продолжение следует... Последние 10-15 лет количество медикаментов, которые продаются в аптеке, уменьшилось или увеличилось? Как Вы думаете, дайте мне обратную связь, напишите. Увеличилось, правильно. Я тоже Вам хочу сказать, не уменьшилось, это точно. Ассортимент медикаментов увеличился, увеличились цены, а еще увеличились отъемы. Объемы, объемы, килограммы, количество коробок – это ужасно. И это все оказывается в организме человека. От этого становится просто не по себе. Потому что человек покупает 6, 7, 8 препаратов, и если в аптеках все увеличилось, все объемы, это не значит, что люди стали болеть меньше. Правда? От чего же все-таки зависит наше здоровье? Как мы видим, есть три фактора, которые влияют на наше здоровье. Это три фактора. Это образ питания, образ мышления и образ движения. Другими словами можно сказать, что это важнейшие составляющие нашего здоровья. Образ нашего питания, и об этом мы сегодня с Вами поговорим. Как правильно питание влияет на здоровье? Из чего же все-таки состоит человек? Так же, как и машина, человек состоит из деталей, а точнее из клеток. Из каждой клеточки образуется ткань мышечная, сердечная, потная ткань, любая. Из ткани формируются органы, сердце, почки, мышцы. Из органов формируется человек, значит, началась ему клеточка. Одна клеточка. Если мы научимся с этой клеткой правильно обращаться и поймем, что ей нужно, тогда у нас появится большая вероятность контролировать свое здоровье. Смотрите, вот это красивый дом, правда? Ребята, давайте обратную связь, чтобы я видела, что вы меня слышите. Это красивый дом? Как вам кажется, красивый? Да, красивый, да? Да, я вижу. Да, да, да. Правильно. А вот этот, смотрите, это тоже дом. Вот смотрите, напишите, в каком из этих домов вы бы хотели жить? Это точно, да. Правильно. Каждый хочет жить в лучшем доме. Так и каждый из нас хочет быть лучше и здоровее. Да, правильно, можно жить в красивом здании, а можно жить в полуразрушенном здании. Да, в первом, все написали в первом. Каждый день в нашем организме рождается вот такое огромное, труднопроизносимое количество клеток. Вы все знаете, что мы состоим из клеток. Знаете, правда? Так вот, наше здоровье находится в клетке. Все мы состоим из клеток. И каждый из клеток состоит из тканей. Из отдельных тканей состоят органы. Из отдельных органов складывается система. Мочеполовая система, сердечно-сосудистая система. И уже из отдельных систем складывается сам человек. Так вот, когда мы с вами говорим о правильном питании, об образе питания в семье, тогда мы начинаем разбираться. Если мы болеем, часто или не часто, значит образ нашего питания не совершенен. Значит, есть над чем поработать. Когда возникает какая-то болезнь, мы начинаем разбираться. Диетатерапия, продукты питания, разбираемся с едой. Как мы начинаем разбираться? Мы читаем какую-то литературу по продуктам питания. И однозначно можем запутаться. И потому, что продукты имеют две стороны. Вот, например, смотрите, один и тот же молочный продукт вызывает и хорошие стороны, и есть и не очень хорошие стороны. Поэтому нужно просто, чтобы было легче в вопросах питания разбираться, есть такой ответ. Мы все состоим из клеток. Следовательно, для того, чтобы быть здоровым, нужно понять раз и навсегда. Один раз разобраться, чем нужно кормить клетки, а не тебя. Тебя мы знаем, чем кормить. Знаем, правда, молоко, фрукты, овощи, все, что покупаем в магазине и из чего мы готовим еду. А клетки нужны совсем другие вещества. Оказывается, нашим клеткам нужны совсем другие вещества. Эти вещества называются нитриденты. Как раз эти вещества нужны нашей клетке. Ни колбаса, ни яблоко, ни хлеб. Клетке нужны витамины, минералы, белки, аминокислоты, углеводы и вода. Есть такая формула. Есть такая формула, называется код клетки. Нашей клетке нужны 28 аминокислот. Каждый день наша клетка должна получать 15 минералов, 12 витаминов, 7 видов ферментов, 3 вида аминокислот, а еще вода и клетчатка. Вот что должна получать клетка каждый день. И мы должны позаботиться о том, чтобы клетка наша каждый день это получала. Когда клетка будет питаться правильно и через некоторое время в соответствии с законом возобновления клеток происходит следующее. Через 2-3 года правильного отношения к своему здоровью организм заменяется на 80%. 80% клеток будут здоровыми и новыми. Это все зависит от нас самих. Когда мы научимся правильно кормить свои клетки. Не думайте, что мы сможем дать правильное питание своих клеток с продуктами питания. Нет, абсолютно никакой гарантии, что мы с обычными продуктами питания сможем получить все то, что нужно клетке. Потому что продукты питания содержат только 20% вот этих нитридентов, полезных веществ. И даже если мы будем кушать высокосачественные свежие продукты, совершенно нет гарантии, что мы получим все. Это просто невозможно. Все сидеть, считать и высчитывать. Не существует в природе такого продукта, который бы давал нам полностью все 28 аминокислот. Слышали такое выражение? Человек есть то, что он ест. Вот видите на слайде, вот пишет, жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить. Как вы думаете, как правильно, какой человечек вам больше всего нравится, тот, что слева, или тот, что справа? Или каким, другими словами, каким бы вы хотели быть человеком? Вот в первом случае, видите, жить, чтобы есть, избыток углеводов, жиров, сахара, недостаток, белка, витамины, минералов и много калорий. Ну, это если человек не задумывается, что он кушает, и просто так, как практически 80% людей сейчас живут. Я вот так сказала. Потому что очень мало людей уже задумывается о правильном питании, но, скажу вам, это уже больше, чем было раньше. Раньше меньше задумывалось, но сейчас уже больше людей задумывается о правильном питании. Вот какое питание выбираем мы с вами? Как вы думаете, второе, правда? Правильно, я тоже за второе питание. Итак, вся наша продукция ВАЛНА разработана ведущими специалистами Центра и Белёсом. Более 8 лет исследований. Более 8 лет исследований Центра разработала формулу для пациентов, проходящих предоперационную подготовку к транспортной стации. Пациенты, которые не могут принимать обычную пищу, нуждаются в оптимальном питании, с минимальной эгонистической ценностью. Кроме того, такая пища должна быть удобна для потребления, а именно быть жидкой. После того, как Центр увидел настолько удобный коктейль для пациентов, он вместе со своей командой и сами стали употреблять коктейли. Сотрудники почувствовали прилив энергии и сил и даже стали терять вес. Именно тогда они приняли решение провести клиническое тестирование продукта на предмет избавления от лишнего веса. И в результате появился коктейль на тюрьмбаланс. Арифлэм провел уникальное клиническое исследование по снижению веса, длившееся более двух лет. В ходе исследования участники употребляли коктейль на тюрьмбаланс дважды в день и придерживались сбалансированного рациона питания в соответствии с системой естественного снижения веса. Профессор Систем, один из семейно признанных специалистов области реаниматологии, сердечной и лёжной транспортной онкологии. Руководил исследованием, в ходе дальнейших клинических испытаний проводились определенные определения липидного спектра крови, измерялся инсулин, глюкоза, кровяное давление и сустав тела в процентном соотношении с жиром, а также вес и объем талии. Исследование в области снижения веса дало ошеломляющий результат. В среднем участник исследования сбросил 9,4 кг за 12 месяцев и 13,6 кг спустя 24 месяца, то есть за 2 года. Кроме снижения веса, наблюдается прилив энергии, активизация умственной деятельности и значительное улучшение общего самочувствия. Систем разработан первое для снижения веса или второе для поддержания веса и хорошего самочувствия. Костель Мечер Баланс поддерживает постоянный уровень сахара в крови благодаря низкому гликемическому индексу. Вы видите на слайде, как обычная еда, как контролируется гликемический индекс или как он позначен на слайде красным. Если мы едим обычную еду, у нас гликемический индекс сначала резко поднимается, но потом точно так же резко падает. А вот когда принимаем коктейль Мечер Баланс, вот видите зеленая такая пунктирная линия, по ней видно, что гликемический индекс всегда в норме. Вот почему очень важно обращать внимание на гликемический индекс. Из чего состоит сухая смесь для коктейля? Для нашего коктейля Мечер Баланс только натуральные ингредиенты высочайшего качества. Сухая смесь для коктейля сделана из натуральных цельных продуктов, таких как молоко, яйца, горошек, яблоко, шиповник и сахарное свекло. Они содержат только натуральные ароматизаторы и красители. Например, горошек из стеклы для клубничного коктейля или порошок какао для шоколадного коктейля. Три источника протеина. Протеины горошка, молочный протеин, яичный протеин. Для оптимального аминокислотного состава большинство продуктов на рынке содержат только один источник протеина. Различные источники питания всегда обладают более чем одним полезным свойством. Например, в цельных яйцах содержатся не только все необходимые организму аминокислоты, но и витамины, в основном группы В, и минералы, железо, фосфор, сын, сын и селен. Три источника. 28 гликемический индекс. 28 гликемический индекс. Допускается до 50,5 считается низкий гликемический индекс. Из белков, углеводов и жиров. Почему костейльный чербанан полезен именно для меня? Во-первых, какие преимущества? Подтвержденное снижение веса по системе естественного снижения веса. Снижает чувство голода и потребность сладко. Повышает энергию и способность к концентрации. Во-первых, это полноценная еда, с балансированной содержанием протеинов в участке и омега-3. Здесь все ароматизаторы и питательные вещества натуральные. Уникальный продукт – это правда. Во-первых, потому что он разработан ведущими мировыми учеными из Швеции. По-вторых, клинические испытания доказали безопасность и эффективность продукта. Проводится на предприятии, сертифицированном по стандарту НАСК и, как вы все знаете, имеет GMP стандарт. Содержит только натуральные пищевые компоненты и оптимальная концентрация от полиненасыщенных жирныхислот ряда омега-3 и омега-6. То есть все в балансе. Ну и вот здесь на слайде показано, что порция, одна порция сухой смеси Нечер Баланс, 18 грамм, содержит всего 65 калорий, сколько содержится в одном яблоке. Правда, здорово? Как вы скажете, здорово или нет? Да, я тоже люблю очень коктейли. Я уже говорила как-то, что я люблю очень шоколадный, хотя и клубничный тоже очень вкусно. А когда смешать клубнику и шоколад, очень вкусно, а еще и на молоке, очень вкусно. Мне когда-то тоже, я когда-то слышала, что очень вкусно, когда ванильный на теплом молоке, очень вкусно, очень. Так, и дальше мы идем, это наши любимые супы. Напишите, пожалуйста, кто уже какие пробовал супы. Я пока иду дальше. Да, и шоколад, и супы, и все я. Да, смотрите, из чего же состоят наши супы. Тоже растительные белки, горошек, картофель и соя. Омега-3 и омега-6. Рапсовое масло, масло канолы здесь есть. Не только пробовали, а и кушаем. Да, клетчатка есть в наших супах. Микронутриенты есть с томатом и в спорже. Очень вкусно, когда смешивать. Я пробовала, очень мне нравится, когда смешивать два вместе. Как действует суп на чердонус? Суп на чердонус имеет низкий гемокемический индекс, как видите, 50. И поэтому он очень полезен и менее калорийный. Да, Оля пишет, что приправу используется как приправу. Я тоже и в бульоны пробовала добавлять, и в супы. Очень вкусно, насыщенно и вкусно получается. Скажу вам по секрету, что моей маме 79 лет. В последнее время что-то, ну, аппетита не стало. И у меня дома есть такой суп, и в офисе есть такой суп. Мама говорит, что тебе приготовить? Не знаю, ничего не хочу. А суп будешь? О, суп будет. То есть, и не переживаю, мама знает, что получит все те ингредиенты, которые нужны в ее здоровье, и то, что она сама себе сможет его сделать. И скажу вам, что это очень неприятно то, что то, что хочет кушать моя мама, я могу позволить себе. Вот, и мне это тоже приятно, и я вижу, я вижу здоровье своей мамы. Так что смотрите, почему суп Нечер Бала полезен для меня? Как я уже сказала, оптимальный баланс питательных веществ, богат с протеином и клетчаткой, снижает чувство голода и тягу с перекусом и 100% натуральные ингредиенты. И содержит глютен, лактозу, прекратителей, ГМО, и самое главное, что быстро готовится, и может приготовить даже ребенок с мамой. И вот, как вы видите, порция супа нашего, 28 грамм, ну, это я беру, например, 2 столовые ложки, это таки получается 28 грамм. Энергетическая ценность 100 калорий, и здесь в одной порции содержится всего 10 грамм белков, 11 углеводов и полкара грамма жира. Всего 100 калорий, столько же содержится в банане, среднем банане. То есть, что вы скушаете банан, что вы скушаете суп, я думаю, что насыщение лучше от супа будет. Вот, и рапсовое масло, оно очень полезно в нашем супе. Да, Оля подсказывает, спасибо. Быстро готовится, как я уже сказала, за одну минуту. Ну, и я уже тоже сказала, что у меня на работе тоже суп для того, чтобы, ну, скажем, быстро приготовить и все под рукой, скажем. 220 миллилитров горячей воды в чашку, я в чашку всегда использую, потому что вот, если не держу тарьянку, но в чашку. И вот тоже 2 столовых ложки супа, так же, как я делаю, тщательно размешивать и кипятком, и чуть-чуть остынить, выпиваешь, и вот, вуаля, приятного аппетита. Очень вкусно, и он и на картинке выглядит аппетитно, но, ну, скажу, я очень люблю или спаржевый, или спаржевый вместо с томатом, потому что, когда пробовала сам томатный, для меня он острый, вот, мне больше нравится смешивать или сам спаржевый, ну, у каждого свои вкусы. Вот, и можно просто сопоставить, смотрите, коктейль, у нас есть 7,5 грамм белков в порции, 65 калорий, низкий гликемический индекс, его можно пить холодным, и он, конечно, сладкий, это когда-когда хочется сладкого, когда перекусить хорошо, и можно. Его нужно пить за 30 минут до еды, кто хочет скорректировать свой вес или снизить свой вес. Вот, и для поддержания энергии можно пить между приемами пищи, и можно вечером, кто хочет скорректировать свой вес, можно заменять им ужин. Вот, и также вот суп, смотрите, 10 грамм белков в порции, 100 калорий всего лишь, низкий гликемический индекс, и горячий, что сейчас как раз существенно, особенно тем, кто трудится у нас на рынке, потому что холодно, и он вкусный, горячий, и получается очень полезный. И, как бы, человек сможет сразу утолить себе голод, и очень много полезных веществ приобрести в своем организме. Ед вместе с основным приемом пищи, то есть можно есть, додавать суп, разные, то, что любят. Я в конце презентации вам покажу видео, которое мне очень понравилось, хотелось с вами поделиться. И суп, как для поддержания энергии и веса, есть вместе с основным приемом пищи, или как перекус, как мы с вами говорили. Суп есть для того, чтобы контролировать свой вес. Для достижения желаемого веса можно обедать или ужинать суп, плюс вместе с тарелкой салата. Я думаю, что кто уже на Валнес-клубе, он уже очень много получил рекомендаций от наших кураторов, потому что я сама там перечитывала и перепустила, и очень много полезных советов, и благодарю, что организовали такой Валнес-клуб, потому что я для тебя очень, уже давно изучаю продукты Валнес, но еще больше всего познала такой нужной информации в нашем Валнес-клубе. Очень благодарю участникам и организаторам Валнес-клуба. Вот, как вы видите, для поддержания энергии и веса, как частного рациона с тарелкой салата, можно и с тарелкой с тарелкой салата или как здорово их приготовить. Это наша таблица, как можно узнать свой индекс массы тела. Все уже знаете, как можно узнать свой индекс массы тела. Все знают, да? И видите, что на таблице показано разными цветами, вот есть ожирение, избыточный вес, нормальный вес, недостаточный вес. И то есть по своему весу, по своему росту можно определить, какой ваш индекс массы тела. Если, например, у вас рост 170 и рост 70, получается 24, значит нормальный 24. И тогда получается у вас нормальный индекс массы тела. Но если, скажем, у вас рост 1,70 м, то вес 85, то получается 29. И тогда для того, чтобы нормализовать свой вес, нужно, вот когда вас спрашивают, сколько нужно пить котель для достижения нормального веса. И тогда сколько вас кубиков отделяет от зеленого цвета, сколько нужно месяцев принимать котель. И плюс еще для того, чтобы скорректировать свой вес, нужно еще такое же количество месяцев после того. То есть 3 и еще раз 3, 6 месяцев. Правильно, да. Все правильно, да. Все правила для достижения нашей цели. Коктейли, коктейли и супы, мячик, биланс. Ипотреблять коктейли и супы в соответствии с поставленными целями выбранной программы. То есть каждый, какую себе цель назначен, и по такой он идет выбранной своей программы. Сбалансированное питание, физические упражнения. И все это сверять с виском самоконтроля. Значит так, для достижения желаемого веса нужно принимать коктейли и супы в следующем режиме. Одна порция коктейля за 30 минут до обеда или ужина. Или, как я уже говорила, можно порцию коктейля принимать вместо ужина. Коктейли и супы принимаются в любое время, когда вам удобно, когда вам хочется. И, как я говорила, что супы лучше принимать в первую половину дня. Коктейли как здоровый перекус. Или когда вы испытываете острую потребность сладкого. И с талатом принимать супчик с фонтиком хлеба для здорового приема пищи и для одного приема пищи в день. Ну и, как я говорила, что у нас есть программа поддержания веса. Есть программа оптимал, есть программа... И для каждого достижения желаемого веса есть программа одна, и там есть вот перекусы, всякие графики, какие перекусы, какие завтраки должны быть, какие продукты вы должны принимать. Вы сами себе смотрите по своему небесу массу тела, вы смотрите и выбираете себе самую свою программу по снижению веса или поддержанию веса. Итак, коктейли наши в Мечер Баланс. Вы видите и знаете, что у нас есть три вида коктейля. Это ванильный, клубничный и шоколадный. Они все очень вкусные и, как мы увидели, все очень полезные. И каждый по-своему очень вкусный. Можно коктейли кушать на воде, можно на молоке, можно на соке. Но для тех, кто хочет корректировать свой вес или снизить, то, конечно, лучше всего на воде. И шведы рекомендуют их делать на воде. Вот они такие здоровые, питательные и удобные наши перекусы. Нашки такие. Моя презентация подошла к концу. Я очень рада всем, что были сегодня со мной. Я всем желаю быть здоровыми, счастливыми, успешными. И очень рада то, что я смогла сегодня быть с вами в последний раз в этом году. И очень всех хочу, пользуясь случаем, поздравить с наступающим Новым годом, с наступающими праздниками. Очень благодарю основателей, что я в проекте. И, скажем, может еще, мне нравится такая фраза, что я еще не там, где хочу быть. Но я благодарю Бога, что я уже не там, где была когда-то. И если что-то не так, извините. Но я буду стараться. И я думаю, что в Новом году мы увидимся все с вами снова. Я вас люблю. И спасибо, что были со мной сейчас в видео, которое я вам обещала. И я думаю, вам понравится. Благодарю всех. Счастливого, всего хорошего. Будьте здоровы. Спасибо. 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 Спасибо.